Что ж, завтыкал практически на все пики, но в конец мы все-таки вырываемся. Итак, Альянс против Фнатик. Быстренько пробежимся по банам. Коттл, Герокоптер, Лайфстиллер, Висп, отдают Бэтрайдера, забирают Дарксира Бейна и Мишку еще отдают. Визаж, Лешак. Да, у Альянса отличный пик. Ну, Фнатик тоже неплохой, но пик Альянс мне нравится куда больше. Куда больше нравится пик Альянс. Да, тут уже практически все время потратили Фнатик, но отлично. Квин оф Пейн от Фнатик. Все, Каспер виноват. Затвитил какую-то гифку про чувака, едешь его в какой-то трейкмане. Я ее смотрел, не знаю, минут 10, наверное. Ну что ж, Фнатик, судя по всему, собрались играть через Алхимика. И, видимо, это Алхимик, фармящий на легкой линии. В то время как у Альянс есть на самом деле выбор. Они могут поставить Мишку на легкую, на сложную. Бэтрайдеры в мид, скорее всего, поставят. Ну, Лешак, Визаж, чтобы они не взяли последним пиком, уже у них отличная трепла. Могут они играть пассивно, могут играть активно. Как хотят, могут играть на самом деле. Это Луна. Это Луна. Луна. А знаете, что значит Луна? Я вам сейчас скажу, что значит Луна. Да. Да. Именно. Nova! 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 Да, именно. Из какого рожна табличка золота вылезла? Я ее не заказывал. Ой, как много хилов купили Фнатики. Посмотрите, каждый герой купил фласку. Ой, вообще, интересно, закупились куча регенов различных. Фласка, танго, фласка, танго, фласка, танго, фласка, танго. Четыре Кларити. Жесть какая. Что касается Альянс. Ну, тоже достаточно много у них хилов. Пока непонятно, куда они идут. На какую линию. Встреча на реке. Альянс Фнатиковская война какая-то. Алхимик. Заряжает. В кого будет выкидывать? Непонятно. Стан от Лешака. Неплохой Аки. Здорово выворачивается. Какой замес до первых репов. Трикси. Очень больно. Трикси, скорее всего, умрет на ФБ. Да, Трикси умирает на ФБ. Мишку в сон. Побежали дальше. Посмотрите, сколько настакалось Фо. Шесть таков на Квапе. О, боже. Умирает Квапа. Шесть таков сейчас будет на Флае. Ну вот он, Бэтрайдер. Во всей красе. 3-0. Начинается игра от Альянсов. До выхода первых крипов. Что за герой Бэтрайдер? Просто убил всю команду Фнатикс своими стаками. Шесть таков на Квапе. Минус Квапа. Шесть таков на Бэйне. Минус Бэйн. Ноутейл на миде занял позицию. Но Ханни идет сюда. Ну, конечно, уже идет к нему бутылка. В сове. В няшной сове. Адмирала Бульдога поставили все-таки на легкую линию. А что у него с Медведем? А, Медведь что-то наверху там делал. Непонятно, что он, кстати, делал. Большие проблемы у Ноутейла. Или не у Ноутейла. Нет, кажется, у Иджема большие проблемы будут. Как сыграл Иджем! Просто красота! Да, такого я еще не видел в Доте. Ноутейл. Захиливается флаской Иджем. Использование чужого спыла для того, чтобы спасти свою... Лешаковскую задницу. Фантастика. Ну, такое, конечно... Такое устроили... Альянс. На первых минутах, да, игра обещает быть интересной. Ну, кажется... Кажется, Альянс не собирается покидать Дримхак. А, это называется... Засни! Сам засни! Не ты засни! Все заснули! Это, конечно, хорошо, когда все заснули. Но как-то неинтересно. Потому что стан в итоге не влетел никому. Адмирал Бульдог очень неплохо фармит. Пока что у него равный крипстат. Даже больше, чем у Дарксира крипов. Это действительно интересно. Бэтрайдер на хосте. Трикси. Блочит его Бэтрайдер! И еще есть... Нет, нету банки. Один стак. Файрфлай. Куда он стаки кидает? Он промазал стаками, но Трикси минус. 4-0. Ну, посмотрим на ЭДЖМа. Да, на этот раз в него попадает по полной. Скорее всего, он уже умрет. Не успел Аки его разбудить. Вовремя. И это первый фраг команды Фнатик. Лишраг 2. Визаж 2. Луна 4. Алхимик, мне интересно, какого левела. Алхимик 3. Ну, на трепле более или менее. Ух ты, какой стан хороший. Да, Лода попадает по нему все-таки. Дикэем. Ну, тем не менее, Лода Фласки восстановит сейчас себе хп. У меня такое ощущение, что Габлак это просто такой... Не знаю, представьте пасеку, да? Представьте, что Дримхак это пасека. Вот Габлак просто разделся до труселей, взял в руки палку и побежал по этой пасеке и начал лупить по всем ульям. Разбудил всех пчел. В роли пчел выступает Альянс. А за Габлаком по этой пасеке вынужден набежать Фнатик. И что-то как-то не очень пока что им... Это удается? Покусали их уже знатно. Ну, на самом деле, начало, конечно, хорошее. Да, очень хорошее. Но по хп мы видим, ситуация уже выровнялась. По золоту сохраняют Альянс преимущества. Мишка там очень хорошо себя чувствует снизу. Просто доминирует Дарксиром. Дарксир еще и в таверне разок побывал. Что у нас у Квапы? 22 на 11 имеет Хани, 23 на 6 имеет Бэтрайдер. Но у Бэтрайдера 2-0-2 в счет. Да, казалось бы, Андай, Энг, Бэйн, Алхимик, Дарксир и Квапа не самый худший. Состилит сейчас. Нет. Я думал, сейчас Эджем станом состилит крипов. Не стал он этого делать. Не стал пытаться, а мог бы застилить. Реально неплохо. Удается отводить Фнатикам. За счет этого они на трепле ситуацию выравнивают. А все было плохо у них на этой трепле, между прочим. Дарксир 6. Солринг Хедреско. Адмирал Бульдог 7. Транквилы, сапог на мишке. Подтягивается Эджем и Сфо наверх. У Сфо есть хаста в бутылке. Да, и нужно прятаться. Ну, увидели. Вот он, Вард стоит. Видели Сфо. Спрятались в Фнатике. Все очень хорошо. 29-12 крипстат Лоды. Лода очень неплохо играет. У Алхимика 11 на 1. Да, у Алхимика, конечно, гораздо хуже. Еще он и монету качает. Ну, то есть, в никуда это все улетает. Бэтрайдер, пошел. Хаста. Летает. Хватает Алхимика. Все, под там бой. В сон запихивает Алхимика. Ему некуда выкинуть. Он взрывается, стоя на фаерфлайе. Эквопа минусует Лешрака. Бэтрайдер убивает Алхимика, которого взорвал собственный Бэйн. Но удается забрать еще и Визажа. 2 в 1 в пользу Фнатик размен. Ну, это, конечно, гениальное решение. Алхимика заканчивается время действия Лассо, точнее, у Бэтрайдера. Алхимик в него должен выкинуть банку. Вместо этого Флай запихивает его в сон. И Алхимик просто взрывается. С одной стороны, плохо. Умер Визаж, умер Лешрак. Но это 2 саппорта. А, в свою очередь, Фнатик потеряли Кэри. Это очень плохо, когда у тебя на трепле умирает Кэри. И, ладно, еще один раз. Но если это случится еще разок, то будет совсем печально. А Луна-то выжила, что самое главное. То есть, вот как раз-таки, одно дело умирает Кэри, но умирает и вражеский Кэри. Другое дело, вражеский Кэри чувствует себя превосходно. Отвывь тавер. Перфект микроскиллс от Бэйна. Ну и 5-3. Чуть-чуть выравнивает все-таки Фнатик ситуацию. Но, опять же, как бы, что бы нам ни говорили графики, это не останется незамеченным. Все равно какие-то такие масштабные дивиденды из этого размена в начале будут. Ну, например, у Лондруида все просто шикарно. А это очень опасно. Перепризвал медведя битого. Восьмой левел уже. Лода, улдскульный билд через барабаны. Флай. Пытается зацепить Луну, но Луна отходит. Квапа подтягивается. 12 секунд, через 10 секунд можно атаковать эту линию. Да, и Дот. Стан в Луну. Ну, Луна отлично прячется. Квапа не решается врываться. Да, и здесь уже и Бэтрайдер. Хорошо, все сделали. Луна очень быстрая, с Транквиллами и Барабанами. 425 мухспида. Ну, а снизу сейчас будет падать вышка. И ничего с этим не сделать. Нет, нет, нет. Стан в медведя выкинут. Он продолжает ломать Тавр. И доняет вышку Алхимик. Ну что ж, бульдога нужно забирать. Забирают его. Да, бульдог плохо играет. Он отлично... Ну, прошлую игру он просто провалил. А в этой игре он отлично начал. Но сейчас рискнул. Попробовал забрать вышку ценой собственной жизни. В итоге вышку не забрал. Сам умер. Просто ужасно. Просто ужасно. Лода и Джем спокойно стоят на верхней линии. Да, и медведа теперь нету. Еще и сумона у него нету. Надо было фейзы, наверное, купить в мишку. Тогда бы вероятность была побольше добить. Хотя все равно бы не добил. Там слишком много хп оставалось у вышки. Ну, черт его знает. Вообще, в любом случае, на 10-й минуте у медведя 2000. Забери он эту вышку. Ну, если бы отдали фнатике ему на халяву эту вышку, он бы ее забрал. У него мог бы быть очень ранний радианс. Ну, а так, не уверен, будет ли он выходить в этот радианс. О, да. Похорошее сейчас алхимику. Браво. Флай-то не так плохо. Ну, вообще, да, на бойне играет Флай. То, что он там спрятал алхимика, это, видимо, случайная оплошность. Флай-то очень хороший игрок. И как раз-таки к Флайу отношусь с большим уважением. Действительно, без него фнатики вообще ничего не могут. Поэтому, ну, кроме того, что он неплохой игрок, он и отличный капитан, судя по всему. Ну, который тянет свою команду. Ну, без Флайа, я не знаю, как фнатики вообще могут играть. У них... Они могут играть без Лоутейла, там, без Трикси, без Эры. Но без Флайа у них просто ужасно. Все. И я напомню, что альянс-то ограниченное по времени. 31 минута 46 секунд. После этого побеждать смысла не будет никакого. Потому что таймрейтинг будет хуже, чем у Фнатик. Фактически, через 3 минуты... Квантик Гейминг обеспечит себе топ-1 в этой группе в случае победы над своими соперниками в последней. Так, вытягивают зомби. Ой, Клипс, очень неплохой. Луна забегает, ловят. Банк утеряет половину хп. Не туда, выкидывает Бэтрайдер на минус. Ново-ново. Живет Бэтрайдер. Нет, последним выстрелом добивает его Ханя. Да, как-то забуксовали. Посмотрите, альянс. Теряют они Луну, теряют они Бэтрайдера. Первые две позиции в размен на Андаинга. Четвертую позицию. Очень плохо. Еще сейчас потеряют вышку, судя по всему. Да, ставится Тамба. Телепорт от Луны. Фамиляров пригоняет сюда визаж. Ну и ломают Тамбу. Что фармит Адмирал Бульдог? 3000 у него. Ну, возможно, фармит Родианс за первые 13 минут. Но фармил он Транквил и Сапокорбу Веном. И 3000. Значит, что осталось ему минут 5 до Родианс. Может быть, даже быстрее, если повезет. Переприз... Успевает блинкануть Медведя к себе. Нужно его перепризывать, наверное. Да. Так и делает. Так и делает Адмирал Бульдог. На самом деле, за Медведя большая баунти. Поэтому очень важно не фидить. Неужели? Неужели чемпионы прошлого Дримхак, Альянс, не пройдут групповую стадию? Я отказываюсь в это верить. Ну, вообще, еще есть время. Почти 20 минут. Алхимик успевает включить Ольд. Как-то ему поплохело. Да. Поплохело совсем Алхимику. Бэтрайдера, наверное, убьет. Но это хороший размен. Это хороший размен Бэтрайдера на Алхимика. Учитывая, что не было Эклипса у Луны. Может быть, с Эклипсом было бы поинтереснее. Лун Друид отправляется на Мид. Неплохо было бы подпушить какие-то вышки. Да, и, судя по всему, этим и собирается заниматься Адмирал Бульдог. Фортификейшн. Неплохо было бы переключиться в Медвежью форму и включить сейчас Баттл Край. Да. Сломают вышку. Лишак ее забирает. Квопа. Цепляет Лишака. Ульт получает в ответ кустан. Прикапывает Эклипс от Луны. Отличный Эклипс. Но никого не убивают Альянс. Чуть-чуть не хватило. Эклипсочки не хватило одной какой-нибудь. Желательно двух. Там умирали бы. Андай, Бэйн, Финс Гриб, в Луну. Минус Луна. Ой, что творится? Что творится? Альянс. Буксует. Финс. Я напомню Что Альянсам даже Не обязательно проиграть эту игру Чтобы вылететь Им всего лишь нужно Еще 25 минут Ее не выигрывать Бэтрайдер Есть у него даггер Даггер, даггер, даггерок И бэтрайдер фидерок Флай минус Хорошо Да, сейчас очень хорошо забрали Луна фармит потихонечку БКБ Давайте посмотрим нетворс Видим, что у Дарксира Хороший нетворс, но еще лучше у Медведя 5200 у Луны Также хороший, а вот у Алхимика все плохо Нет, неплохо у Альянс Да, они Не идеально все делают Может быть какое-то волнение сказывается Но Сейчас Медведь купит Радианс А он его купит 300 монет ему остается 300 монет это совсем немного Дарксира можно ловить Нет, нельзя ловить Дарксира Это странный размен с киллами Здесь мы видим Мне, кстати, вчера поправили Оказывается у Луны и у Марфа Одинаковая дальность атаки Ну, не знаю У чисто визуальной такое ощущение Что у Марфа чуть-чуть больше Но, видимо, это действительно чисто визуально Бэтрайдер пробует кого-то найти Никого не находит А у Адмирала Бульдог Радианс На 18-й минуте Да, если бы не умер Вот этот один раз Адмирал Бульдог И забрал вышку Этот Радианс мог бы быть там на 16-й А то и на 14-й минуте вообще Ну, на 14-й вряд ли Но на 15-й мог быть вполне Если бы две вышки забрал Да, как раз И еще вот эта смерть В любом случае Радианс зафармлен С очень неплохим таймингом Старый добрый медведь с радиком Ну и выходит тут же Как только у медведя появляется Радианс в пуш Медведь отхиливается на фонтане Лишрак Визаж Луна Да еще и медведь Пушат очень быстро Посмотрите, насколько быстро сносят вышку Фортификейшн Вынудит сейчас вернуться фнатиков Да, фнатики уже возвращаются потихоньку Эра остается У Эра, кстати, не будет ульта Дарксира там вытягивают Дарксиру очень плохо Минус Дарксир Минус Дарксира А у медведя Это еще только первый мишка И убивать его нечем Стенка Дарксира заканчивается Медведь Грызет тамбу Вешают ему инфибл Диаболик Все, стенки Дарксира нет Ну что, пойдут Альянс дальше или отступят? Я думаю, отступил на их месте Да, и судя по всему, они тоже решили отступить Мека на визаже появляется БКБ на луне не появляется Еще пока что Дмифрилхаммер Еще целый рецепт Ну и все правильно делают Альянс Потому что есть еще верхняя линия И на верхней линии целых две вышки А две вышки это очень много золота Одна вышка очень битая И так Альянс ведут И очень неплохо по золоту По Икспе также у них преимущество Хоть и не такое значительное Чекают Рошана Все контролирует Альянс Да, еще и Медведь с Радианцем Пользуясь случаем Отводит крипов снизу И тоже подпушивает нижнюю линию Видите, туда тпшнулась Квапа То, что Квапа тпшнулась вниз Означает, что верхнюю вышку Уже точно не задефят Вот эту А возможно и следующую Падает вышка И идут дальше Да, просто без борьбы Отдают эти две вышки А две вышки это Порядка трех тысяч Ну, двух с половиной тысяч Золота Даже больше, чем две с половиной, наверное Действительно, ближе к трем У Луны БКБ в стэше Бэтрайдер Судя по всему, еще нет у него форстафа Да, он только намечается Ну так, потихонечку подпушивают Тир-3 Нужно дождаться БКБ на луне Фортификейшна нету Как падает быстро вышка Пол вышки уже пропушили Минус тамба Лондруид находит Залежи меда Формит их Все формит Лондруид Крипов Смотрите на его крипстат 165 крипов у Адмирала Бульдога Называется Увеличили баунти за медведя Увеличили Ну, усложнили игру Из-за того, что армлет теперь не собрать Но Адмирал Бульдог как был жесткий Так жесткий и остался Радианс и половина керасы у него уже собрана Алхимик взрывается Плохо алхимику Медведь бежит Бежит, копает медведь Прикапывает Трикси Визаж убивает Байна Трикси ставит стенку Эклипс Эклипс, можно сказать, в молоко Но Визаж забирает двух героев Минус тамба Это ГГ Это сейчас будет ГГ Вопрос, что смогут ли сдержать Фнатик Им осталось продержаться Всего 10 минут 10 минут Но медведь заходит на рампу Бэтрайдер Вытягивает Квин оф Пейн Квин оф Пейн минус Нет Они сейчас просто пойдут Эншн сломают ГГ, ВП Фнатик Вы были Вы были хороши Да, минус две стороны Разом Адмирал Бульдог И его медведь Насколько беспомощно он смотрелся на Дарксире И насколько жестко он смотрится на медведя И вот как после этого отдавать медведя Альянсом Из последних игр только Na'Vi смогли обыграть Альянс При наличии лондроида Да, пытаются задефить Пытаются задефить Понимают все прекрасно Понимают, что еще каких-нибудь 8 Что такое 8 минут? Это просто так Мгновение фактически Ну это совсем немного Но Как же хотелось бы Чтобы эти 8 минут прошли Фнатиком сейчас Вэтрайдер Хватает Дарксира Растирает Дарксира Минус Тамба Ульт в молоко, можно сказать Убивает Эру Нужно вызывать нового медведя Вызывает нового медведя Продолжает грызть ТВРА Минус первая Тер 4 вышка В секунду Минус вторая Тер 4 вышка Ну и на то, чтобы сломать Эншент Остается 6 минут Сдается мне Даже если бы оставалось 6 секунд Они бы успели Ох уж эти шведы Продолжает следует... Продолжение следует...